Пассажирские перевозки по железной дороге одни из самых комфортных и безопасных. Конечно, для надлежащего уровня сервиса перевозчик должен иметь современный парк подвижного состава. Как известно, в Украине на пассажирских перевозках в классе дневных экспрессов сегодня задействованы такие электропоезда, как Hyundai Rotem производства Южной Кореи, Skoda-вагонка из Чехии, ЭКР-1 Торпан Крюковского вагоностроительного завода, а также вагоны для поездов Интерсити локомотивной тяги. На этом же предприятии был выпущен новый дизель-поезд ДПКР-2 для региональных перевозок. Конечно, кроме дневных поездов, к услугам пассажиров есть ночные экспрессы со спальными местами. В таком случае одними из самых комфортных, конечно, являются вагоны купе и люкс. Когда пассажиры садятся в уютное купе, мало кто задумывается над тем, что сборка одного вагона – это трудоемкий процесс, требующий надлежащей организации технологии производства. Ведь современные пассажирские вагоны оснащаются различной электроникой, системами видеонаблюдения, микроклимата, биотуалетами. Флагман по производству пассажирских вагонов разных классов в Украине – это уже знакомый вам Крюковский вагоностроительный завод. Первый этап, с которого начинается производство любого вагона – это изготовление кузова. Железный корпус, в котором нет абсолютно ничего, кроме основы, попадает в покрасочный цех. Там его грунтуют и придают внешний вид согласно требований заказчика. Например, для Укрзалезный эти вагоны получают окрас из трех цветов – синий, с желтой полосой по бортам и крыша серого цвета. Основной комплекс работ по сборке вагонов происходит в огромном цеху, где одновременно может разместиться до десятка вагонных кузовов. Все необходимые детали сначала проходят сборку и подготовку отдельно, после чего подаются для монтажа. Поскольку пассажирский вагон – это своего рода дом на колесах, то он должен иметь все коммуникации и оборудование для автономной работы. Для этого внутри по корпусу прокладывают кабели электропитания и управления системами, трубы для подачи теплоносителя, пак для хранения воды, систему кондиционирования, аккумуляторы. Следующим этапом устанавливают окна, которые состоят из стеклопакетов с шумоизоляцией. Далее вагон попадает в руки других мастеров, которые специализируются на отделочных работах. В их задачу входит закрыть внутренней обшивкой весь вагон, установить перегородки между купе, поставить двери. Свою работу также выполняют специалисты по электропитанию, которые подключают к блокам управления все коммуникации и разное оборудование. Стоит отметить, что новые вагоны обеспечиваются системой видеонаблюдения. Таким образом, проводник, находясь в своем купе, может видеть, что происходит, скажем, в коридоре. Кроме того, согласно требований заказчика, вагоны оснащаются автоматами по продаже горячих напитков микроволновой печью. Неотъемлемой частью комфортных поездок в поезде сегодня является наличие вакуумного туалета. Вся система предусматривает надежную работу даже зимой, поскольку бакс отходами имеет теплоизоляцию и подогрев. Кроме изготовления пассажирских вагонов с нуля, на заводе также производят капитальный восстановительный ремонт. Например, этот вагон «Аминдорф» производства ГДР еще в 80-х годов прошлого века получил вторую жизнь. Здесь заменили все электрооборудование, окна, мебель, установили вакуумные туалеты. Теперь его эксплуатация продолжена до 2030 года. По словам специалистов Крюковского вагоностроительного завода для уменьшения зависимости от сторонних поставщиков комплектующих деталей, предприятие наладило работу столярного цеха, а также начало выпуск собственных тележек. Они уже стоят на вагонах, которые готовы к приему сдаточным испытаниям. Как известно, из цехов Крюковского вагоностроительного завода в 2016 году также вышли вагоны-трансформеры, из которых Укрзалезница сформировала несколько ночных и дневных экспрессов. В целом мощности предприятия позволяют выпускать в течение года до 300 пассажирских вагонов разных модификаций. Субтитры создавал DimaTorzok